всем привет значит запишем видео по установке программы квиклоуд по этому вопросу возникало много значит у людей различных вопросов тост как ставить что почему вот и так получилось что мне пришлось переустановить операционную систему на компьютере делая это редко но тем не менее и соответственно возникла необходимость установки квиклоуд значит снова поэтому я решил записать именно видео как это делать и возможно это кому-то будет полезно значит я выложу под видео еще ссылочки на обновление потому что значит у меня появилось обновление вот свежие этого года до версии 39 и также у меня есть база еще пули парахов то есть она получается немножко постарее но тем не менее более новое чем в предыдущем ролике который я выкладывал на канале также я нашел описание по установке значит данной программы на windows 10 сейчас много компьютеров современных ноутбуков идет с операционной системой windows 10 поэтому я думаю что кому-то это может быть полезно значит первое рассмотрим а что нам для этого понадобится то есть эта программа ультра iso программу легко найти скачать я не буду на этом отдельно заострять внимание не обязательно использовать именно эту программу это может быть любая другая программа для работы с значит создание виртуального сити рома и работы образов дисков то есть это может быть и алкоголь и diamond tools нейро и так далее то есть тут кому что вот мне нравится ультра iso то есть программа маленькая компактная и в то же время с точки зрения функционала все что необходимо по крайней мере для меня в этой программе есть значит дальше я все запакую в один архив туда добавлю обновление до версии 3.9 это что я скачал это что у меня было а также текстовый документ поэтому ссылка которая под видео будет в описании она будет вести на один общий архив значит в котором будет все внутри запаковано вот значит берем версию данную 38 распаковываем получаем вот такую папку заходим вот у нас пошаговая инструкция по установке запускаем так смотрим так что нам необходимо сделать распаковать получается значит архив и расширение iso значит его смонтировать получается на виртуальный сидером то есть вот симулировать тем самым чтобы программа думала что мы якобы установили диск оригинальный с программой именно виртуальный сидером для этого берем ультра iso заходим в инструменты монтировать виртуальный привод здесь заходим в обзор значит у нас где-то там она лежит значит в данном случае вот папка квика у нас у кого-то это может быть другая папка заходим в и код значит вот непосредственно сам образ мы его выбираем нажимаем здесь открыть и делаем монтировать значит сейчас у нас произошло монтирование и соответственно что нам это дает если мы зайдем теперь мой компьютер у нас здесь должен появиться вот он диск появился и этот диск теперь выглядит как диск quick load заходим на него и здесь у нас куча файлов и соответственно файл с установки с установкой запускаем двойным нажатием так выбираем язык но здесь русского нет русский мы потом отдельно добавим значит выбираем английский я выбираю английский сша данную версию так добро пожаловать значит установку хорошо нажимаем ok так здесь он спрашивает установить для всех пользователей и добавить значит иконку на рабочий стол вот этот программ и консту десктоп значит ставим здесь выбираем директорию установки программные файлы x86 quick load оставляем по умолчанию install file users это установить для всех пользователей если у вас многопользовательская система тогда вам получается данная галочка нужно если за компьютером работаете только вы и под одним пользователем галочку можно не ставить ну change директории это для изменения директории ну и соответственно клик из бутонта install ну то есть нажимаем для установки значит здесь у нас получается программ групп и соответственно нажимаем continue продолжить я думаю так для того чтобы он стал активным надо сделать вид что мы его прочитали вот а игре я значит согласен для продолжения нажимаем вот здесь у нас получается серийный номер 232 34 4 давайте посмотрим что у нас идет в инструкции так выбирайте установить так 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 и так далее так хорошо свернули нажимаем продолжить please enter your address я так понимаю здесь может быть все что угодно сейчас давайте введем так например так ну я не знаю напишем россия да там не знаю вот так так серийный номер так хорошо нажимаем продолжить так сейчас значит идет установка так так он говорит что программа была установлена нажимаем ok значит дальше это у нас виртуальный наш привод мы его сворачиваем так эта программа ультра iso значит нам необходимо сейчас вернуться значит так инструкция пошаговая так значит века так сейчас секундочку значит смотрим еще вот здесь так 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 для того чтобы включить русский язык перенесите содержимое архива rus 1 rar в папку это для windows 7 8 значит так quick vote one то есть значит значит для этого перенесите русар так соответственно нам надо я так понимаю вот эту папку так сейчас мы посмотрим что здесь она просто рус здесь получается двойная папка у нас сделаем тогда вот так сейчас control x вырезать и поднимем ее на уровне вверх здесь нажмем заменить вот так так значит берем папку копируем и как у нас здесь было написано имя пользователя documents quick vote one так значит пробуем так пользователя значит заходим в пользователя так значит документ с сюда и код папка one значит смотрим еще раз перенесите содержимое так русар в папку хорошо я думаю что тогда наверное вот так рус на обновить что там у нас дальше так 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 хорошо так давайте попробуем запустить значит посмотрим что у нас из этого получилось значит вот у нас появилась кучу кучу ярлыков значит вот он так 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 это у нас регми и так далее давайте попробуем запустить его так значит значит айдон ты гриту и бог спешил это я типа не согласен и согласен да пишем что мы согласны и континью здесь получается он спрашивает с чего значит мы будем стартовать я так понимаю с какого калибра при запуске то есть ну что то вроде выбора калибра по умолчанию так я выберу 240 винчестер выберу какую нибудь там так ну по сути здесь в принципе неважно 243 ну давайте пусть будет у нас так ну даже вот так вот и порох какой нибудь 150 так так что он говорит так вот он загрузился но он у нас почему то не русифицировался видимо 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 необходимо было выгрузить сами значит файлы вот так берем значит делаем вырезать поднимаемся на уровень вверх и прямо сюда в корень выгружаем вот заменили и соответственно сейчас папку это удаляем давно оставил честно говоря поэтому просто не помню сейчас проверим заново значит ее перезапустим значит продолжить можно вот так я думаю что это даст нам не показывать ее в следующий раз при старте при старте теперь заходим в файл set language у нас появился Russian выбираем вот у нас так все стало на русском так что у нас здесь получается сейчас мы немножко растянем значит интерфейс чтобы он был более удобный так можно скомпоновать таким вот образом сейчас мы подгоним так вот не помню я каким-то образом я менял здесь размер ну вот сейчас я не вижу этой функции так поднимем немножко график так значит здесь кракозяба это проблема со шрифтами надо ее смотреть разбираться так значит посмотрим что у нас здесь так так добавить загрузить загрузить данные порохи и так далее так хорошо программа стала на русском так все нормально так закрываем значит ее а нет стоп давайте посмотрим сделаем поиск получается так возьмем так не 243 получается возьмем 308 калибр ok поиск ok так 308 винчестер давайте сейчас мы его найдем так 308 винчестер так выбираем его и посмотрим пулю значит мы хотели от Hornady так если я не ошибаюсь так пуля теперь сделаем загрузку пуля пулец ok так да подтвердить ok нажимаем нажимаем так выбранная пуля 308 многие часто спрашивали про современные пули от Hornady то есть там получается если я не ошибаюсь то есть 178 грейнов нету потому что сама версия программы 3.8 она довольно старая значит попробуем теперь ее обновить закрываем саму программу он спрашивает да хотим выйти стала программа на русском значит дальше возвращаемся так это у нас русификатор здесь мы закрываем возвращаемся так сидисковод нам не нужен нам получается необходимо так у нас получается так так необходимо так нам необходимо получается database update вот значит монтировать в образ значит заходим мой компьютер заходим сюда у нас появилась теперь апдейт запускаем апдейт выбираем English добро пожаловать database апдейт программ нажимаем ok он спрашивает куда backup all days файл значит система спрашивает сохранить ли старые файлы мы говорим да директория значит у нас остается по умолчанию c program files x86 quickload но если вы меняли директорию ставили на другой диск или другой раздел здесь необходимо выбрать тот раздел нажимаем значит делаем вид что мы прочитали и и подтверждаем значит сейчас по идее идет установка новой базы пуль парахов патронов гирис калибров и так далее то есть мы загружаем последнюю самую свежую базу ну по крайней мере которую я смог найти западных сайтов так так quickload update does update was completed successful значит система говорит о том что было произведено обновление значит базы все хорошо окей значит дальше теперь мы идем сюда так мы можем вернуться непосредственно в сам интерфейс и размонтировать размонтировать нажимаем вся система размонтировалась ну то есть мы выгрузили этот образ из виртуального серома давайте проверим это через мой компьютер заходим заходим да вот он сидером у нас пустой все верно запускаем значит снова мы quickload значит продолжить значит заново делаем поиском 308 bullets окей подтверждаем до перезаписать значит заходим давайте смотрим так давайте посмотрим но по крайней мере значит каталог работает смотрите появились барнсы ну вот хорнаги так так с ст давайте мы у нас не было 178 елд икс если не ошибаюсь вот и мы смотрели с вами перед этим но я вижу что уже пуль конечно стало намного больше да пожалуйста вот смотрите то что мы хотели получить значит вот у нас 308 калибр да 178 грейнов смотрите хорнаги а макс значит елд м матчевый вот он вот он 3713 артикул потом значит хорнаги елд икс вот он вот он 3074 и 3074 с этим g7 то есть бывает g1 и g7 это тип учета баллистического коэффициента то есть можно брать такой такую модель ну соответственно вот елд икс вот мы теперь можем использовать также здесь добавлены сьерры то есть данная база значит вот в таком исполнении как сейчас она ну я думаю что соответствует 2019 году возможно чего-то нету совсем только такого супер свежего вот вот они 178 грейн хорнаги появились вот пожалуйста ну и соответственно здесь надо смотреть навеску но здесь понятно что 75 грейнов то есть у нас там типа чу-нибудь 44 я думаю что можно сейчас попробуем даже даже вот так наверное вот но даже 44 будет много потому что у нас и заполнение здесь у нас превышение идет капитальное наверное я думаю 42 вот что-то типа да сколько у нас здесь значит 42 вот здесь мы видим что у нас 107 и 9 заполнения то есть у нас уже компрессия будет порядка восьми процентов значит что касается скорости 760 на 150 но здесь я думаю что надо посмотреть надо наверное что-то помедленнее хотя нет тогда у нас заполнение будет больше скоростя упадут вот то это надо смотреть уже как сказать более детально в подробности то есть это уже тема так сказать другого обсуждения здесь 40 я думаю что можно 43 сделать и в принципе нормально передоза не будет да нет многовато 110 наверное 42 и 5 что-нибудь типа того так ну в принципе 768 770 давление ну да вот но сам факт того что программа у нас обновилась то есть у нас теперь значит и пара и значит пули все соответствует 2019 году вот таким образом мы с вами сейчас установили значит квиклоуд и обновили базу пуль и парахов значит закрываю программу дальше что еще полезного вот значит еще необходимо нам при установки на windows 10 не пробовал ставить нет необходимости у меня нет компьютера на котором установлен windows 10 поэтому значит значит текстовое описание я прикреплю под видео в архиве ссылочку выложу чтобы можно было скачать то здесь написано что значит свернуть окно установки программы зайти в папку c program files x86 найти в ней папку квиклоуд скопировать папку в другое место или под другим именем зайти в папку c пользователь общий документ и найти в ней папку квиклоуд это то куда мы с вами языки добавляли чтобы русифицировать скопировать папку квиклоуд в другое место или под другим именем то же самое значит с программных файлов копируем и из папки где находятся все документы пользователя почему здесь написано пользователи потому что у кого-то вася у кого-то там юзер у кого-то админ то есть у меня в одесс например вот у каждого свое то есть это путь значит после окончания установки произойдет удаление папок их содержимого вернуть скопированные папки на свои места можно запускать программу файл запуска квиклоуд можно вывести честно говоря не пробовал попробовать нет возможности потому что пользуюсь windows 7 но тем не менее возможно кому-то поможет вот так прикрепляю его вот ну собственно вот и все я думаю будет полезно значит подытожим что у нас значит в итоге да значит смотрите вот у нас в архиве у нас будет квиклоуд 3.8 и значит давайте сейчас я сделаю вот так я значит переименую его сейчас прямо вместе с вами мы это все переименуем так вот так сотрем вот так хотя нет давайте сделаем не так вот так и до получается версии 3.9 вот так database update то есть грубо говоря мы версию 3.8 для версии 3.9 до как бы да получается обновляем вот так значит тут внутри у нас лишит образ который надо монтировать на ультра и со либо подобные ей программу подобную которая работает с образом здесь у нас также инструкция по установке здесь внутри у нас сам образ самой программы для установки здесь описание того как значит включается русский язык значит вот он сам архив и здесь файлы то есть этот архив дублирует вот эту папку значит повторюсь что берем эти файлы и копируем в директорию которая указана вот в этом файле здесь все написано внимательно прочитали поставили видео я только что это все показал вот и соответственно значит вот это мы теперь удаляем и это тоже я удаляю потому что это то же самое что и здесь что и здесь значит в архиве будет три файла вот квиклоу 3.8 потом обновление и установка на windows 10 значит начинаем с этого ставим его потом русифицируем так значит русифицируем затем загружаем базу пули парахов ну а это для тех кому нужен windows 10 ну это вот всем чем я могу помочь по десятке вот ну собственно вот и все надеюсь кому то пригодится более свежая версия значит пуль парахов можно пользоваться значит под видео будет ссылочка на скачивание архива на этом собственно говоря у меня все всем спасибо за внимание пользуйтесь с удовольствием всем пока